МИКСФАЙТ Задорно и весело. Именно так проходит тренировка юных спортсменов клуба единоборств Сарова МИКСФАЙТ. В игровом формате ребята 4-5 лет развивают силу, скорость, координацию, укрепляют мышечную систему всего тела. Около 40 минут тренировки пролетают для них незаметно. Я умею тренироваться. А как? Вот так. И вот так. И вот так. Я приезжаю с другого города, чтобы заниматься. Кем ты хочешь стать? Получше. Получается? Не очень пока. Почему? Потому что. Ну получится. Может и получится. Все дети довольны, всем нравится. Также девочки ходят, мальчики ходят. Программа для занятий очень интересная. В группе 80 лет тренировка идет куда серьезней. Здесь ребята сосредоточены. Под контролем опытного тренера они изучают борцовскую и ударную технику, учатся правильно защищаться и падать. Многие юные спортсмены пришли сюда с конкретной целью – стать сильными, научиться защищать себя и своих близких. Бэтфисты не знал. Сейчас очень хорошо бью. Болевые научился, удушающие. И вообще это очень полезно для жизни. Я думаю, что у него есть прогресс. У него появилась реакция, появилась сила удара. Я думаю, что самое главное, что ему это нравится, ему интересно. И я сюда хожу, чтобы защищать близких и уметь за себя постоять и еще защищать слабых. Искусство единоборств в клубе преподают профессиональные тренеры с высшим педагогическим образованием. Клуб «Миксфайт» – это мир спорта, в котором ребенок сможет обрести уверенность в себе и своих силах, освоить навыки самообороны и даже открыть дверь в мир профессионального спорта. Здесь и координация движений, здесь и растяжка, здесь и игровые тренировки есть, и тренировки на выносливость, на скорость. То бишь все качества детского организма мы развиваем. Приобретать экипировку не нужно. Все для тренировок есть в клубе. Здесь нет ограничений по полу или возрасту. Прийти сюда может любой желающий. Я представляю Федерацию смешанных единоборств России по Межгородской области в городе Саров. Мы создали проект клуб «Миксфайт» с целью того, чтобы любой человек, женщина, мужчина, ребенок могли тренироваться. И все это с любым уровнем подготовки. То есть мы готовим как профессионалов, так и любителей. В клубе действует система скидок для многодетных семей. Первое занятие в «Миксфайт» абсолютно бесплатно. Записаться можно по номеру. Зажигательные цыганские и кавказские танцы, а также страстный фламенко. Если вы давно мечтали освоить самые популярные па, самое время это сделать. В парке Зернова стартовал летний танцевальный марафон. Каждый четверг, весь август, все желающие могут посетить бесплатные танцевальные мастер-классы от профессиональных педагогов-хореографов. Отточенность линий, грация, страсть и экспрессия – все это про фламенко. Истоки танца лежат еще в мавританской музыкальной культуре. Существенно повлияла на этот стиль и цыганская музыка. Танцевальная площадка парка имени Зернова на пару часов превратилась в колоритные улочки Севилья. Участницы танцевального мастер-класса разучивали основные движения фламенко, отбивали ногами дроби, учились работать руками, танцевали под аккомпанемент хлопков и каблуков и даже выучили небольшой кусочек танца. На мастер-классах мы знакомимся с основными движениями, особенно стилистике. Немного я рассказываю, конечно, о культуре, об истории того или иного стиля. И мы танцуем небольшую композицию, которая уже позволит даже на первом занятии ощутить каждое направление, свою изюминку, попробовать себя в качестве танцора. Летний танцевальный марафон в парке Зернова открыли в июле занятиями для детей. Теперь эстафетную палочку приняли взрослые. Бесплатные мастер-классы по различным направлениям танца могут посетить все желающие каждый четверг в 18.30 весь август на танцплощадке. Впереди занятия по цыганскому и кавказскому танцу. На кавказский танец могут и мужчины прийти. Этот танец как раз в основном-то и танцуют мужчины. То есть искрометная лесгинка в мужском исполнении – это, конечно, красиво, зрелищно и ярко. Все, что связано с движением – это, конечно, нагрузка полезная, интересная, под красивую музыку, в дружном коллективе. Это в любом случае всегда на пользу. 24 августа пройдет танцевальный концерт к 70-летию парка, подведение итогов марафона и награждение самых активных участников. Прийти на мастер-классы можно свободно или записавшись по телефону 8 905 191 77 44. День физкультурника – дата, значимая для нашего города. Саровская земля славится спортивными именами. Наших героев спорта знают не только в области, но и по всей стране. Во многом благодаря сильным тренерам. Среди таких – Елена Седова, заслуженный тренер России, преподаватель школы Олимпийского резерва «Атом». Звание заслуженного тренера России Елене Сергеевне Седовой тренеру-преподавателю школы Олимпийского резерва «Атом» присвоили в 2019 году. Вместе со своим супругом Николаем Евгеньевичем за время своего тренерства она воспитала не одно поколение спортсменов высокого уровня. Дети, которые делали свои первые шаги на лыжах, по чутким руководствам Елены Сергеевны и Николая Евгеньевича становились победителями и призерами российских и мировых соревнований по лыжным гонкам. Анастасия Кулешова взяла бронзу зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 в эстафете. Ирина Хазова тоже стала бронзовым призером на Олимпиаде в Ванкувере. Артем Мальцев вошел в тройку лучших на чемпионате мира. Елена Сергеевна закладывает в будущих чемпионов лидерские и волевые качества, которые так нужны для больших побед и в спорте, и в жизни. Когда уже проходит время, они все приходят и говорят, что спасибо вам огромное, что вы воспитали не сколько качеств спортсменов, а именно жизненные качества, которые всю жизнь нам потом пригождаются. Поэтому такая гордость, и думаешь, значит, мы все-таки не зря работаем. Сама Елена Сергеевна в детстве перепробовала разные виды спорта. Но после того, как она заняла третье место на школьных соревнованиях по лыжным гонкам, юную спортсменку заметили тренеры. Так Елена Седова попала в лыжную секцию. Когда пришла пора выбирать вуз для поступления, Елена Седова остановилась на Институте физкультуры. Тренер признается, что никогда не хотела строить личную спортивную карьеру. Как тогда, так и по сей день ей нравится работать с детьми. Для меня это прям вот… Я прихожу на лыжную базу иногда в плохом настроении, а ребятишку видишь, и все сразу наоборот. И уже уходишь и думаешь, вот хорошо, что я работаю с детьми. Это же дети, поэтому от них набираешься столько всего позитива всякого разного. Поэтому им, мне кажется, и жить дальше хочется. Любовь к детям, лыжам и своей профессии – вот три секрета того, как вырастить олимпийских чемпионов, считает Елена Седова. Сын тренера Петр Седов тоже пошел по стопам родителей и сейчас преподает в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом». А дочка, лыжница Анастасия Кулешова, продолжает свою спортивную карьеру. Личный пример заразителен. Тем более, когда рядом с тобой такие профессионалы своего дела, которые любят свою работу и преданно посвящают любимому делу всю свою жизнь. Стартовал новый сезон российской премьер-лиги. Увидеть игру любимой команды вживую можно, оформив карту болельщика. Она понадобится для покупки билетов и абонементов на игры РПЛ и финал Кубка России. Приложение «Госуслуги. Карта болельщика». Отправьте заявление и подтвердите личные данные. Загрузите фото и дождитесь приглашения в МФЦ. Уведомление придет в приложение. Сходите в центр и подтвердите свою личность при помощи паспорта. После карта появится в личном кабинете госуслуг. Если у вас подтвержденная учетная запись на госуслугах, вы можете оформить карту болельщика на ребенка младше 14 лет. Для подтверждения личности понадобится паспорт, свидетельство о рождении ребенка и при необходимости нотариальная доверенность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова